Махмуд Шевкет Паша Махмуд Шевкет Паша Турецкий государственный военный деятель И первый генералиссимус Турции Известно, что в свое время Шевкет Паша Служил в армии, работал военным представителем На заводах Круппа В свое время командовал армией действия Звергшая султана После младо-турецкой революции 1908-1909 годов Стал военным министром И великим визирем Турции Известно, что военной науке Турки долгое время обучались именно по книге Шевкета О боевом искусстве За период его нахождения В должности министра обороны Турция выиграла ряд крупных И определяющих ее историю сражений О дополитическом прошлом Махмуд Паши По крайней мере на его исторической родине Известно немногое История Шевкет Паши в архивах Написана в основном на османском языке Это древнетурецкий язык Который включает в себя элементы Арабского, турецкого и языка фарси Пишется арабской графикой Однако существует еще один источник Благодаря которому и распространились Сведения о Шевкете как о выдающемся деятеле из чеченцев Это книга профессора Аныл Чечена Тоже гражданина Турции Чеченского происхождения Чеченистан до Сосы Что в переводе звучит как Досье Чечении Книга издана в Анкаре в апреле 2002 года Издательством Яни Асия Яин Лары Известно, что видны турецкий государственный Военный деятель Первый генералиссимус Турции Махмуд Шевкет Паша Из числа потомков первых чеченских переселенцев В чеченской истории этот термин связан с событиями 19 века Когда мусульмане Кавказа, в том числе и чеченцы Переселились в Османскую империю Из страны Ближнего Востока Под натиском российских войск В ходе Кавказской войны Мухаджиры от арабского хиджра Переселение термин обозначает Массовое и целенаправленное переселение Правоверных в мусульманскую страну Из немусульманских стран В которых сторонники ислама являются меньшинством Или чаще всего им становятся в результате военных действий Например, аннексии территории И не желают мириться с положением религиозного меньшинства В современном контексте этот термин Применяется к различным массовым переселениям мусульман С территории, контролируемой немусульманами Махмуд Шевкет Паша Родился в 1858 году В Багдаде в семье госчиновника Ирака Его отец, Кетхудазаде Сулейман Тей Исполнял обязанности главы администрации города Басры Здесь могут возникнуть вопросы о том Как чеченцы могли оказаться в эти годы В Ираке или в Османской империи Известно, что первая волна чеченской эмиграции Прошла в 1864 году После завершения Кавказской войны И Шевкет Паша, следуя этой версии Не мог оказаться именно в этот период На Ближнем Востоке Более того, как мог его отец, Сулейман Тей В более ранний период служить в столь высокой должности В должности главы администрации Басры Получается, что эта семья Эмигрировала в страны Ближнего Востока Уже в начале 19-го или в конце 18-го века Возможно ли это? О том, что такое возможно, говорят определенные факты Которые доказывают, что такие случаи В чеченской истории не единичны В этой связи вспомним крупного государственного деятеля Богослова Инаиба, имама Шамиля Чеченца Исуф Хаджи Сафарова Который вступил в армию имама Вернувшись на родину из далекого Египта Об этом же говорит и история Турецкого генерала-губернатора Анапы И коменданта этой крепости Сираскир Хаджи Хасан Паши Чечен Аглы Который уже находился в этой должности Даже в ходе Кавказской войны Под знаменами шейха Мансура Исходя из этих примеров Мы вполне достоверно можем утверждать Что чеченцы отдельными семьями Эмигрировали в Османскую империю И ранее первой и массовой волны Чеченской эмиграции Но вернемся к истории Махмуд Шевкет Паши В 1882 году он окончил кадетское училище И в ранге штаб капитана Поступил на службу в Министерство обороны Османской империи Уже тогда, в ранние годы Немецкий консультант фон Дер Занимавшийся реорганизацией Османской армии Был очень высокого мнения о Шевкет Паше И способствовал его отправке В 1886 году в Германию Для повышения квалификации А также с целью инспекции военного снаряжения Производимого в Германии Для нужд Османской армии Именно в Германии Шевкет и приступил к исполнению обязанностей Военного представителя Турции На заводе крупнейшего производителя Европы Круппа Сразу же по возвращении оттуда Он назначается главой департамента По контролю и инспекции В звании генерала С 1901 по 1903 годы Махмуд Шевкет Паша Уже служит в звании военного губернатора Провинции Хиджаз Что находится на севере Саудовской Аравии Однако после революции Младотурка в 1908 году Махмуд Шевкет становится Командующим Третьей армии Расквартированной в Салониках Во главе которой В результате тяжелых боев Сумел подавить восстание сторонников Восстановление абсолютной монархии султана Вот как описываются эти события В исторической литературе В апреле 1909 года Абдулгамид предпринял попытку переворота В течение нескольких дней Судьба казалось улыбалась ему На этот раз была пролита кровь Младотурок Но вскоре македонская армия Возглавляемая Махмудом Шевкет Пашой Уже стояла под стенами Константинополя Поскольку к назначенному моменту Султан не капитулировал Город был окружен Закипело сражение При наступлении дворец Султана был захвачен Самого султана нашли в одной из комнат Расположена за гаремом В страхе он выслушал свой приговор По которому его навсегда лишали трона Султана пощадили Он умер через несколько лет В заключении в Малой Азии Вслед за ним на трон был возведен Его безвольный брат Рейшет Известный под именем Махмед Пятый Именно после этой нашумевшей Блестящей операции Махмуд Шевкет Паша И стал героем в глазах своих солдат И турецкой национальной ассамблеи Которая позже поспешила Окончательно не извергнуть Султана Абдулхамида Второго После свержения ненавистного султана Вместо того чтобы начать Свою политическую карьеру Махмуд Шевкет контролирует Все свои усилия на реорганизации Османской армии Благодаря своим блестящим действиям Которые зарекомендовали его Как талантливого лидера Он был повышен до звания Генерала-инспектора первых Трех армейских корпусов И назначен министром обороны Османской империи В этом звании с 1910 по 1911 годы Шевкет подавил восстание Малисоров А в 1912 году Воевал против албанских повстанцев 22 июля 1912 года В результате поражения Османских войск В войне с Италией Был смещен занимаемого поста Но уже 23 января 1913 года После переворота против правящей партии Устроенного группой офицеров Под предводительством Энвера Паши Он становится великим визирем Османской империи В этой должности Махмуд Шевкет Паша Фактически стал первым лицом в государстве После султана Игравшего уже исключительно декоративную роль Впоследствии Шевкет Паша продолжил активные военные реформы Но полгода спустя после его назначения В результате конфликта с монархистской партией Получавшей приказы напрямую от шерифа Паши из Парижа 11 июня 1913 года Был убит в результате теракта Одним из членов этой организации В этой истории остается добавить Что Махмуд Шевкет Паша Вошедший в историю Турции Как герой свободы Похоронен в Стамбуле В мавзолее возведенном Халил Беем При помощи Казима и Фенди Субтитры создавал DimaTorzok